спонсор выпуска сеть японских кафе марукамы пожалуй лучшая лапша в городе ну чё ребят всем привет короче говоря все видели в крайнем видео то что я купил кофе машину новую да сейчас попробуем мы ее с вами запустим посмотрим как она работает расскажу какой варит кофе что она может что она умеет короче говоря все увидите в этом выпуске погнали но собственно вот ее внешний вид что здесь есть здесь есть три клавиши сейчас они их модернизировали раньше были кнопочные сейчас они вот такими вот рычажками сделаны да как мне кажется более так по-современному что ли выглядит с закосом под ретро но вот это вот клавиша основная это включение соответственно питание ждем как написано в инструкции три минуты после того как загорается вторая лампочка она готова к эксплуатации то есть примерно проходит тот момент включения дед примерно две-три минуты при первом запуске примерно пять минут что здесь есть в этой кофе машине как вы видите такой одно рожковый как он правильно называется вот этот вот правда варил здесь кофе сейчас покажу вот этот чалда использованы да то есть вот так вот она выглядит и и просто можно вот так вот выкинуть отсюда чалда тоже бывают разные здесь видите вот на моем столе представлено несколько вариантов разных производителей есть итальянские есть австрийские есть немецкие то есть это евро стандарт евро стандарт чалд как вы уже все прекрасно поняли раньше я варил кофе в турке это немножко неудобно потому что не знаешь дозировку кофе можно пересыпать кофе получается более крепкий либо более слабый особенно когда варишь на две чашки это более сложно рассчитать поэтому турки это здорово но нужно к ним иметь определенный опыт скажем так в варке кофе точно также в комплектации этой кофе-машины шла вот вторая такая вот чашка до для приготовления кофе но она уже идет не для чалда для молотого кофе то есть мы в этой кофе-машине можем точно также приготовить с вами и обычный молотый кофе тоже опять же плотность вы можете сами выбирать на одну чашку либо на две как вы уже обратили внимание здесь есть два таких вот слива да то есть можно использовать одну чашку либо сразу две поставить чашки что тоже удобно машинка называется лилит производитель итальян итальянцы причем вот как мы не объяснили что вот эти кнопки они видоизменили только для российского для российского рынка здесь точно также есть капучинатор которая видите да на шарнире вот он работает в разные стороны то есть здесь точно также можно приготовить и латте капучино точно также можно здесь и заварить чашку чая да эта клавиша здесь вот есть 2 до который использует пар и использует для налива кипятка обычного вот видите да загорелись две клавиши то есть это говорит о том что кофе-машина готова к использованию значит здесь сверху есть вот такая вот но мы ее уже как бы да нарядили скажем под себя подстроили здесь вот после ну вот на этой части можно подогревать чашки то есть реально она быстро нагревается то есть те же чашечки для кофе можно абсолютно спокойно таким вот образом расположить и они будут у вас нагреваться то есть кофе будет подаваться что правильно я считаю в теплую чашку также здесь есть резервуар для воды он здесь вот так вот открывается крышка все из нержавейки здесь есть такой вот резервуар и здесь две такие вот трубочки одна для подачи воды стороны для подачи кипятка ой не кипятка а кофе получается одна для молока взбивает а другая наверно для кипятка вот так наверно правильно будет сказать ну поправьте меня в комментариях может быть я ошибаюсь соответственно давление вот то что я говорил да здесь подается на направление и давление пара либо воды и так наверное перейдем сейчас к самому интересному и попробуем приготовить кофе так я предлагаю перейти к самому интересному приготовлению кофе да возьмем на обычную итальянскую стандартную чалду евро размера так вот она выглядит старайтесь обязательно аккуратно разрывать пакет потому что вы можете повредить саму чалду чтобы вас кофе как бы не просыпалась да здесь есть такая вот метка маленькая да по которой нужно класть вот именно эту чалду то есть вот таким вот образом здесь маленькая рисочка есть уложили нашу чалду и заворачиваем ее ячейку самого кофейного аппарата в принципе машинка весит около 8 килограмм я считаю что не совсем-то и много она весит потому что все равно какие-то движения самой самого агрегата есть то есть не на не настолько она тяжелая что ли да ну и подставляем саму чашку до налив происходит очень быстро одной нажать одним нажатием клавиши видите да пошло давление здесь стандартное давление приблизительно где-то 9 бар и готовится прекрасный замечательный кофе здесь также есть уровень воды можно посмотреть вот с этой стороны здесь влезает 2 литра воды воду лучше использовать фильтрованную такие машинки боятся не очищены такой скажем так обычные из-под крана воды поэтому лучше наливать из фильтра поэтому здесь стоит рядом фильтр воды выключение точно так же происходит одной клавишей то есть включил выключил все примитивно все очень быстро и все очень просто теперь посмотрим саму кофе да какое у нас получилось видите немножко чашка я взял более такую большую принципе можно посмотреть по чашку пониже взять видите да сохранена пенка чашка реально очень горячая что говорит о том что кофемашина готовит правильно кофе и как вы уже обратили внимание не капает остатки кофе с самого вот аппарата да то есть обычно бывает как чашку вытащил и еще вода льется это плохо я считаю да ну я люблю кофе там пить с корицей там можно с ванилью то есть можно немножко добавить сейчас вот таким вот образом можно сделать маленькую такую добавить сахарку кто с сахаром кто без я еще добавляю сливки сейчас продегустируем кофе посмотрим как получился у нас за наш замечательный напиток мы уже обратили такая оригинальная гнутая у нас чашечка и такая же оригинальная гнутая ложечка добавляю сливки либо молоко но это опять же кто как любит пить кофе да я вот люблю с молоком либо со сливками пока у нас немножко остынет кофе я не очень люблю горячее расскажу о минусах этой машинки ну первое я считаю что не совсем удобно заливать воду то есть приходится вытаскивать сам резервуар из кофе машины что не совсем наверное верно потому что если наливать так то есть вероятность того что вы прольете во внутрь машины поэтому это не совсем удобно дальше ну я скажу что наверное это один тоже наверное явный минус это то что она оставляет пятна вот пальцев пальцев рук и это плохо потому что ну вот Неприятно, когда все-таки на блестящем металле видно отпечатки пальцев, либо какие-то жирные пятна. Если бы она была матовая, то бы этого не было. Покупая такую машинку, вы должны понимать, что ее постоянно нужно протирать. Это минус. Ну и еще такой, наверное, минус, о котором я уже отчасти сказал в этом ролике. Это то, что когда вы закладываете чалду и заворачиваете рожок, нужно ее придерживать. То есть она, может быть, надо было сделать вот эти ножки на присосках, либо на каких-то, ну не знаю, силиконовых, может быть, каких-то штучках, да, чтобы она у вас не скользила. То есть вот о чем я говорю, видите, даже вот рожок мне сейчас вот снять одной рукой, она в принципе довольно-таки быстро перемещается, двигается. То есть это нужно делать с определенным нажатием. Вот смотрите, да, я даже не завернул рожок, но машинка уже поворачивается. То есть мне нужно придерживать, а она горячая. То есть вот это я тоже считаю, что минус. Ну и еще один минус, это лоток. Лоток выполнен из пластика. Пластик довольно-таки дешевый. Вот, это вот так называемый поддон, в который капает остатки воды. Здесь вот такая вот тоже нержавеющая сталь. В принципе, эстетично красиво выглядит, но пластик довольно-таки простой. Я бы, может быть, его за эти деньги сделал бы более таким, ну что ли, побогаче, подороже. Здесь есть такая вот выемка для руки, то есть чтобы было удобно вытаскивать. Вот примерно мои ощущения, мои впечатления об этой машинке. Ну а в принципе, ну это такой стандарт, евро-стандарт итальянской кофе-машины. Если кто был вот в кафешках, в ресторанах, видели, да, то в принципе все то же самое, но гораздо больше стоит в барах. И в наших, и в российских, и в итальянских. И здесь, конечно, это просто мини, это упрощенный вариант. Ну а теперь, наверное, отдегустируем само кофе и, наверное, поговорим о реальных плюсах, да, то, что в этой машинке, какие ее преимущества, да. Потому что, понятно, всегда будут плюсы, всегда будут минусы, всегда будут довольны, всегда будут, скажем, какие-то нюансы, да. Я кофеман со стажем, скажу честно. Я просто каждый сорт вот этих чалт, которые мы сегодня готовили, которые есть у меня в моем наборе, пробую, пробовал и уже отобрал для себя свои приоритеты в кофе, да. Скажу честно, что машинка замечательно готовит кофе, это реально ее плюс. Кофе получается горячим. Каждая чалта имеет свою плотность наполнения, поэтому скорость пролива кофе через рожок, она разная. Вот я вам показывал разные чалды, то есть одна быстрее наливается, другая медленнее. Это говорит о том, что плотность набивки чалды разная. Вот какое-то время уже чашка постояла на столе и, по большому счету, кофе горячее. В течение двух-трех минут чашка кофе продержала пенку, это тоже считается плюсом. Это говорит о том, что кофе приготовлено правильно. Как я уже сказал, не капает вода, потому что это реально раздражает, постоянно надо протирать. Довольно-таки массивный рожок, тяжелый, профессиональный, увесистый такой. Я считаю, что одним из плюсов данной машинки является то, что она проста в использовании, в эксплуатации. Здесь всего три клавиши. Это включение, подача кофе, подача кипятка, пар. Все элементарно, просто. Залил воды, включил, три минуты, все готово. То есть, я считаю, что еще одним из таких, ну, скажем, плюсов, наверное, то, что она маленькая и то, что она компактная. И, в принципе, стандарт такой, ну, как стиль, что ли, да, он более-менее универсальный. То есть, подходит под нержавеющую сталь. И, в принципе, для любой хозяйки на любой кухне будет, в общем, таким служить, как элементом интерьера и функциональной такой кофемашиной, кофемашиной маленького размера. Я считаю, что это однозначный плюс. Ну, и учитывая, конечно, ее стоимость, 25 тысяч рублей, она стоит по Москве, такие цены. Есть сервисное обслуживание, год гарантия. Ну, я считаю, в принципе, она неплохо справляется со своей задачей. Конечно, можно долго придираться, там это, там не то, не то. Но самое главное, это кофе. И она кофе варить умеет. Замечательная, в принципе, машина. Я ей ставлю зачет. С вами был Сергей Симонов. Всем добра и позитива. Чао. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!